Приглашаю всех в волшебный мир цветных рисунков. Давайте цветными карандашами нарисуем осенние листья. Осенью можно увидеть листья удивительной расцветки. И мы сегодня попробуем их нарисовать. Начинаем наш рисунок с эскиза. Я простым карандашом прорисовываю ветку. На такое общее направление, общее положение. От ветки отходят еще ветки. А на них висят такие красивые осенние листья. Центральный лист здесь у нас будет. И это его будет конец. Это эскиз, поэтому я ничего не прорисовываю прямо окончательно. Все мы можем изменить. Просто показываю, какие грязные края у листа могут быть. Это один лист. Здесь будет висеть еще один лист. Центральная проживка здесь. Он там спрятался частично за этим листом. А это часть его видна. И давайте здесь еще пойдем повыше будет. Будет немного видно. Не полностью, но частично мы будем. Давайте здесь добавим веточку. Такие маленькие. Еще листы здесь. Эскиз выполнен. Дыру, ластик. И стираю я линии эскиза так, что он прямо как бы уходит. Немного затуманенный становится эскиз. Не очень виден. Но тем не менее я его вижу. Вот я даже ребром пластика стараюсь не стирать полностью. Стряхиваем. Беру желтый карандаш. И пока я еще все вижу. Я проштриховываю в главный лист, который на первом плане. И сразу же все. Он уже как бы у меня эскиз восстанавливается. Но уже без этих вот линий простого карандаша. Я проштриховываю так, что серединка у меня все равно остается не заштрихованная. И там я оставляю возможность прорисовать центральную прожилку. Теперь лист, который на заднем плане, делаю то же самое. Заштриховываю рядом с центральной прожилкой и краями. Так, чтобы я видела, что у меня в результате должно получиться. И вот этот лист у нас. Осень тронула наши листья, поэтому я беру оранжевый цвет. И сейчас там вот, где предположительно главная прожилка на листе, я прохожу штриховкой. Каждая штриховка, каждый слой штриховки я накладываю очень легко, начиная с первого слоя. И первый слой должен быть очень сделан легкой штриховкой. Если мы будем проштриховывать очень сильно, очень густо, то потом каждый следующий слой будет более сложно его наложить. А может некоторые слои даже уже и не лягут. Теперь эта часть. Здесь вот будет тень от этого листа, поэтому я подхожу, когда к грязному краю, проштриховываю мелкими штрихами. Сейчас показываю край этого листа. И опять-таки штриховочными линиями показываю центральную прожилку листа. Можно взять розовый цвет и добавить сюда розовый даже тон. У нас есть уже оранжевый, желтый. Сейчас розовый тон я добавляю. Сейчас полет фантазии. Осень. Очень интересное время года. И природа раскрашивает листы в разные-разные цвета. Конец листа сделаю поярче. Здесь будет тень от этого листа. Я поэтому пока здесь работать не буду. Я сейчас перехожу на вот этот лист. Я беру зеленый карандаш, этот зеленый. И прохожу вторым слоем. Первый слой был желтый. Теперь я работаю светло-зеленым тоном. Очень легкой штриховкой. Теперь этот лист у нас. Мы его раскрасим в разные тона. Мы сейчас добавим сюда и зеленый тон. И красный тон. Впереду красный карандаш. Мне не очень удобно. Сейчас поменяю красный карандаш. Вот этот красный карандаш. Беру оранжевый. Наношу сюда еще один слой штриховки. Листы бывают раскрашены неравномерно. Поэтому мы сейчас будем использовать слой за слоем цвет. Будем добавлять какие-то цвета необычные, которые вносят осень на листы. Начинаю я с самого светлого тона, с желтого. И потом по мере того, как наша фантазия работает, добавляю еще тона. Беру сиренево-фиолетовый карандаш. Добавлю сюда. Сидим вот он. Направление штриховки я стараюсь прокладывать по направлению тех прожилок, которые отходят от основной прожилки. Я их не прорисовываю, но предполагаю, где они могут находиться. Нет, возьму сейчас красный. Мне что-то сиреневый. Какой-то он у меня не мягкий оказался. У меня очень много карандашей, но не все карандаши хорошие. Некоторые карандаши сложно использовать. И чтобы смягчить это, раз уж я здесь сюда внесла темный тон, я сейчас коричневый сюда добавлю. И ярко-красный. Красный всегда поможет исправить. положение. немножко зеленого надо добавить. Тут мне нравится этот цвет. Я сейчас попробую исправить это зеленым тоном. розовым карандашом. Сейчас вношу сюда очередной слой. и с этой стороны добавляю синяк. Здесь я возьму оранжевый тон добавлю. подогрессор. Субтитры europeю. и завершим красным тоном добавим на края поярче и здесь тоже сейчас надо показать что туда лист ушел под этот лист здесь добавим яркости оранжевым карандашом работаем теперь с этим листом вот где он висит на ветке я сюда начинаю добавлять то есть начали нахожу центральную проживку штриховыми линиями немножко ее лучше обозначу покажу выпуклость вот он сюда пришел хочу его сделать более желтым немножко сейчас на зеленый добавим поможет нам на зеленый тон навести этот порядок потому что как не очень красиво получает и даже можно красный сюда добавить покажу более резной край беру светло-коричневый коричневый но не самый тем темный и прохожу по ветке показываю ее толщину очень легкой штриховкой ветка она возможно уходит дальше здесь наши вести не прикрепились и тут еще мы решили нарисовать несколько маленьких листиков сейчас у них лучше обозначу беру желтый цвет и давайте еще один и для красоты добавлю еще один листок при у нас под листах лучше обозначу центральную проживку добавляю на центральную часть этих листов такой светло-коричневый тон а теперь беру темно-коричневый прохожу по ветке прокрашиваю одну сторону стараясь вот такими вот делать штрихами показываю какая ветка не гладкая как природе она обычно бывает такой светло-коричневый добавлю сюда край и темно-коричневым покажу лучше проработаю места где прикрепились наши листья беру такой оранжевый желто-оранжевый и внесу сюда больше яркости разделяя как бы лист на части оставляет там места для предположительно отходящие прожилки так было сразу он веселый получается лист наполненный солнечным светом и то же самое здесь можно даже немного увеличить этот лист нас есть возьму оранжевый карантаж немножко добавлю размер этот лист и добавим сюда оранжевый добавим желтый цвет сюда и немного надо смягчить здесь край очень тут вышел графичный научись немножко из ними и даже добавим много зеленого на маленькие желтые листики и сюда красным цветом сейчас а лучше обозначен красной штриховкой красным цветом красной штриховкой получи обозначу края листа который на первом плане желтым карандашу даем задний план то есть я сейчас про штриховую весь наш рисунок стараюсь конечно сделать это равномерно делая это в разных направлениях чтобы равномерность получилось но если не получается равномерно то мы сейчас избавимся с этой полосатости одним интересным приемом прием этот называется растушевка беру салфетку и растушевываю все вокруг листьев не заходя на листья только вокруг то есть мы штриховали проштриховали все поле растушевываем только вокруг и создается иллюзия такого солнечного света и в результате у нас получились такие красивые яркие осенние листья осень очень хорошее время года можно сказать осень это художник и мы постарались повторить красоту природы я надеюсь у вас тоже все хорошо получилось и приходите в гости будем рисовать много хороших рисунков рисовать легко и весело когда вместе